Пусть немножко пенсионеры поживут. Они и так получают очень маленькую пенсию. Ой, я не могу. Клавдия Ивановна Захарова не может сдержать слез. Говорит, обидно. Получала нормальную социальную поддержку. Основу года ЕДК и мужу-инвалиду первой группы насчитали почти в два раза меньше. Нам тысячу платили с лишним, мужу и мне. А сейчас мы 800 не получаем. С двоих. Пусть они нам вернут в полном объеме все наше заработанное. На свое мини-собрание они могли бы созвать чуть ли не полдома. Здесь много пенсионеров и почти все не понимают, как считают ЕДК и почему нынешняя денежная компенсация у них меньше. Я знаю точно. В Самаре у меня друзья живут, в Челябинске живут, в Иркутске живут. Они получили полностью все дотации. Неправильные расчеты единой денежной компенсации послужили поводом для нагоняя, которое губернатор устроил своим подчиненным на прошлой неделе. Дал семь дней, чтобы ситуацию изменить. Министр социального развития Татьяна Самохина сегодня отчиталась. Коммунальщики, которые давали неправильные данные по льготникам, и по сути из-за которых единая денежная компенсация считалась тоже неверно, понемногу исправляются. Радует уже то, что из 30 тех должников, скажем так, назовем их, по поставщикам, по информации, из Оренбурга уже осталось 8, у которых проводятся еще существенные доработки. То есть 22 поставщика нас услышали, работа идет. По словам министра, получатели ЕДК должны понять, что компенсация не может быть одинаковой каждый месяц. Ее рассчитывают из размера коммунальных платежей. Сумма не может быть каждый месяц 800 рублей одинаковая. Если, например, я или вы в этом месяце заплатили за газ, за свет, еще за какие-то услуги сумму 500 рублей, то возмещение будет отталкивать от 500 рублей. Если на следующий месяц мы потратили в разы больше и уперлись уже в нормативы, то это будет другая сумма. То есть она уже рассчитывается именно от факта потребления, от факта расходов, но не выше нормативов. Плюс у каждого льготника свои особенности, потому и размеры, денежная компенсация у всех разные. Важно знать одно. Размеры коммунальных платежей не должны превышать 22% дохода у всех семей, 15% у семей, умеющих двух инвалидов, многодетных семей и одинокопроживающих инвалидов, и 12% для семей инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Если плата за коммунальные услуги больше, значит положена субсидия, размер которой можно уточнить по телефонам. Их вы видите сейчас на своих экранах. К слову, на выплату субсидий, нуждающимся в бюджете 2016 года, заложено более 700 миллионов рублей. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время.